Снова всем welcome! Это снова я, TNGP. Вот и прошли новогодние праздники, и я решил записать небольшое видео о текущей ситуации в стране, в Японии, и последние новости, что есть в данный момент. Сейчас погода как бы не очень хорошая, как видно сейчас прохладно, и все-таки январь месяц, поэтому нужно как-то утепляться. Я тут сейчас вот меняю масло, на скутере уже проехал 6,5 тысяч километров, и пора заменить масло, и вот заодно и записать видосик можно. Как на данный момент, в Японии здесь ввели опять чрезвычайное положение, но оно как бы не обязательное, оно по желанию, но уже второе или третье, насколько я помню. Всем рекомендуют оставаться дома, никуда не выезжать, не выходить, ни в магазины, никуда. Да, магазины все ограничили по времени работы до 8 вечера, что очень неудобно стало теперь, если после работы кто-то возвращается, то по сути он может в магазин даже не успеть. Ну, комбини как бы как работали, так и работают, 24 часа в сутки, но основные магазины, которые продуктовые или одежда, или те же, например, какая-то бытовая химия, они все работают до 8 часов, поэтому нужно пораньше уходить с работы, чтобы успеть в магазин. Это, конечно, неудобно. Также они ограничили все массовые мероприятия, которые планировались, вот ивенты, поотменяли некоторые места массового скопления людей, ну, типа горнолыжки или еще какие-то там места развлечений, типа парки, ну, как бы как открыты были, так и остались. То есть они их не закрывали. Поэтому люди спокойно ездят и на горнолыжку, и в парке ходят, и отдыхают, и собираются. То есть все окей, с этим проблем никаких нет. Ну, а вот мой велик, это вот оранжевый. Я пока особо не катаюсь, кстати, вот уже и чехол прохудился. Тут, ну, надо, наверное, менять он уже сколько лет. В этом плане, конечно, здесь чехлы для велосипедов, они очень тонкие и протираются очень быстро, поэтому лучше менять. А вот для мотоцикла или для скутеров, вот чехлы нормальные, такие толстые, очень хорошо использовать и не рвутся долгое время, можно несколько лет пользоваться. Ну, то есть снимать, одевать, снимать, одевать, и все окей. Вот мои остальные два мотоцикла здесь стоят, это синий и черный. Скоро на них надо будет проходить техосмотр, а это тоже деньги. Один техосмотр в среднем стоит где-то 40-60 тысяч йен. И это обязательно, потому что без него нельзя использовать транспортное средство на дорогах общего пользования. И он выдается на два года, на высококубаторную технику свыше 250 кубов. Вот на этот скутер, что хорошо, его не надо проходить техосмотр один раз. То есть его покупаешь, страховку сделал и все. И никаких, ни техосмотров, ничего не надо. В этом плане, конечно, 125 кубовые скутеры, они очень выгодные, выходят по деньгам. Поэтому, если у вас есть желание передвигаться по Японии своим ходом, то я рекомендую такую технику. Ну, до 250 кубов любая техника. Просто 125-ку проще купить, чем 250-ку. И на нее проще выучиться. То есть в автошколе есть и в мотошколах есть недорогие планы обучения. Ну, программы, точнее, обучения. Что я менял на этих, на черном вообще ничего не менял, как было, так все осталось. На синем, вот, в прошлом году только глушитель заменил и все. Больше ничего не менял. Ну, и глушитель полностью, полный выпуск этой шимуры поставил. Все мне как бы устраивает. Естественно, не новый, бэушный взял. Вот, кто-то спрашивал у меня до этого в комментариях, что какие масла. Вот, есть мото-масла. Вот, я лично такое заливаю в скутер. Для Сузуки как раз он сделан 10W40 S-Star называется. Вот, стоимость вот, видно здесь. 1430 вместе с налогом. Это получается, что в рублях около 1000 рублей за литр масла. Ну, это М2, МА2 классификация масла. Можно подешевше взять, не обязательно МА2, более дешевое. Ну, мне как бы на масле особо экономить не хочется, тем более, что я меняю масло не так часто, раз в 6000 километров. Поэтому лучше залить на хорошее качественное синтетическое масло, чем потом страдать от дешевого масла, меняя там какие-то запчасти. Как бы нет смысла ставить дешевое масло, тем более с частой заменой мне тоже ни к чему. Лучше следовать технической документации, которая написана, в том числе модели масел, которые рекомендуют производители. И я заливаю по мануалу, и я не думаю, что какие-то будут проблемы с этим. А даже если будут, то там гарантия достаточно большая. Несколько лет, и я спокойно могу обратиться по гарантии в любой официальный сервис, независимо от того, где я покупал. Просто в официальный сервис Suzuki привезти его, и они уже по гарантии поменяют там, что нужно. Что еще тут интересно у нас нового появилось? Да, в последнее время никаких изменений особо не было. Как мы видим, здесь все как было, так и осталось. Япония вообще молча меняется, даже цены все те же остаются, поэтому как бы люди живут, год проходит, два-три особо никаких изменений нет. Но сегодня вот погода такая неветреная, как видно, слабый ветерок, и морозов вот таких особо сильных нет. Как раньше были, около нуля, даже до минус там пяти доходило. Сейчас нормальная температура около 10-12 градусов. Спокойно можно находиться на улице, потому что раньше было очень холодно. То есть без перчаток или там без шапки, если выходишь в ноль или в минус пять, в влажный воздух, любой ветер достаточно слабенький уже продувает насквозь одежду и все. У меня вот даже в ухо продуло один, значит, неделю назад, да, один раз была такая ситуация, и очень неприятно. Шапки, вот эти даже шапки, они не всегда защищают от такого ветра, поэтому нужно уже и капюшон или еще что-то носить, но это уже другая зимняя одежда. Покатушки будут чуть попозже, я думаю, где-то через недельку, потому что сейчас пока еще прохладно, и надо вот завершить сервисное обслуживание скутера. Потом можно будет на нем покататься уже куда-нибудь съездить, хорошие места, красиво. Но опять же, как я говорю, из-за статуса чрезвычайного положения сейчас особо нету таких мест, куда бы можно было съездить, поснимать какое-то мероприятие, потому что мероприятие особо не проводится. И в данном случае мы ожидаем, когда этот статус закончится, и мы сможем и дальше спокойно путешествовать или ездить в разные места. А по поводу компенсации, мы также надеялись, что в этот раз и в этом году также будут компенсации от государства, там на каждого человека в прошлом году выделяли около 100 тысяч йен, то в этом году они ничего не выделили. Даже, я насколько знаю, они ограничили компанией в работе, ну то бишь попросили, чтобы всех перевели на удаленную работу, если это возможно. Но в то же время, ну как бы людям они не помогают, они только компаниям помогают. То есть дотации идут на компании, на людей дотации нету, никаких субсидий, ничего не выделяется. Поэтому мы сейчас вот работаем на удаленке, надеюсь, что когда это все закончится, можно будет спокойно уже ездить и в офис, и везде. Также хотелось бы поблагодарить всех подписчиков и всех зрителей моего канала. Спасибо, что вы со мной, у нас уже 7 тысяч, 7 тысяч подписчиков. Я думаю, в скором времени я также сделаю небольшой розыгрыш интересных вещей из Японии, поэтому не забывайте подписываться и нажимайте на колокольчик, и ставьте все уведомления на канале, потому что иногда YouTube их сбрасывает, ну как бы он внутри у себя сбрасывает, и даже если вы когда-то раньше нажимали на колокольчик, данная функция может некорректно работать после некоторых обновлений в YouTube, и из-за этого у многих людей просто не приходят уведомления о новых видео. Ну вот и все, что я хотел вам сегодня рассказать. Если вам понравилось, не забывайте подписываться, ставьте лайки, делитесь этим видео с друзьями, и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео о Японии. Ну а с вами был Дэн, до новых встреч, пока!